Мы снова в Танкленде, и возрадуйтесь, артоводы! Перед нами 155-мм самоходка М53. Её история начинается сразу после Второй мировой. Комиссия по боевой технике Министерства обороны обозначила требования для новой 155-мм самоходной установки. Они были отправлены в Детройт, там их просмотрели и создали соответствующий требованиям проект. Это было в 1946 году. В 1948-м компания Pacific Car & Foundry, ПКФ, получила заказ на создание деревянного макета на основе чертежей детройтского арсенала, так как на постройку прототипа, скорее всего, не хватило бы средств. Модель назвали Т-97. Только в 1950 году, после того, как деревянный макет утвердили, был построен первый прототип из металла. Через 10 месяцев, в феврале 1951-го, заказ изменили. ПКФ также должна была разработать 203-мм гаубицу Т-108, которая позже будет принята на вооружение как М55. Для этого пришлось разработать новую систему компонентов. Появилась компактная противооткатная система, новый уравновешивающий механизм, механизм загрузки и заряжания боеприпасов, а также досылатель. Как только с этим разобрались, пошли заказы, так как разгоралась война в Корее. Что интересно, первый заказ на производство сотни Т-97 был оформлен в августе 1950-го, до того, как в феврале 52-го завершились всесторонние испытания прототипа. И ещё более странно, что договор изменили уже в январе 1951-го, после чего требовалось построить 87 штук Т-97 и 70 штук Т-108. Причём изменения были оформлены за месяц до того, как разработка и постройка прототипа Т-108 вообще начались. Очевидно, армейское командование было уверенно востребованности машины и очень спешило. Позже контракт увеличили до 294 штук Т-97 и 124 Т-108. Можно заметить, что эти даты не совпадают с теми, которые вы найдёте в книгах-историках Ханникета. Не знаю, почему. Я сам видел документы в архивах с этими датами. Не знаю, каковы были источники Ханникета, но мой опыт подсказывает, что это не такой уж и редкий случай, когда документы в архиве содержат противоречивые сведения, хотя и создавались в одной и той же конторе. Выводы делайте сами. Я просто говорю, что видел. Принятое решение было довольно простым. Во-первых, для того, чтобы упростить производство, нужно было использовать максимальное количество узлов и деталей от уже выпускаемых серийно-средних танков. То есть при изменении технологии производства средних танков менялась и конструкция М53 и М55, чтобы использовать те же детали. Для того, чтобы хватило места для орудия и его обслуживания, а также для того, чтобы уравновесить машину, лучшим выходом стало размещение орудия в кормовой части машины, а двигатели и трансмиссии — спереди. Итак, мы подойдём к машине спереди и начнём, конечно же, с фар в углу. Обычные инфракрасные скрытного вождения и габаритные огни. Забегая немного вперёд, запомните, что передняя часть машины — это задняя для обычного танка. Так что мы тут видим бортовую передачу, лючки доступа к трансмиссии, к которым, к слову, не так просто добраться, и пару буксировочных крюков. Фиксатор орудия в походном положении занимает почётное место в самом центре. Подойдя к борту машины, мы заметим фирменные отличия самоходной установки от танка. Конечно, передняя часть ходовой САУ очень похожа на заднюю часть у танка. Тоже ведущее колесо, те же опорные катки на торсионах. Различия заметны, когда мы подходим к задней части машины. Для того, чтобы уменьшить эффект отдачи, натяжное колесо было передвинуто. Оно больше не наверху. Его опустили на землю. Получилось семь опорных катков, опирающихся на неё. Это заднее натяжное колесо. Чаще всего его называют «ленивец». У него две функции. Во-первых, благодаря ему выросла площадь поверхности, на которой опираются гусеницы. Так что, когда отдача от выстрела воздействует на машину, кормовая часть САУ находится в более устойчивом положении. Здесь предусмотрена отличная возможность. Можно заблокировать подвеску в задней части корпуса и тем самым передать отдачу на грунт. Для этого на корме закреплена опорная плита. В остальном же подвеска и ходовая часть очень похожи на те, что в танке М47. Чтобы лучше компенсировать отдачу, используется система блокировки хода натяжного колеса. Она механически включается изнутри. Тут хорошо виден один из отбойников со спиральными рессорами. Такой есть на каждом балансире опорного катка. Он не даёт балансиру уйти наверх настолько, чтобы сломать торсион. Идём дальше. Сверху — дверь мехвода. Как видите, она, как и дверь наводчика на другой стороне машины, разделена на две части. Если хотите высунуть руку наружу, подышать воздухом, открывайте верхнюю часть. Если хотите зайти или выйти, открывайте ещё и нижнюю. Так мы получаем доступ к отделению мехвода. К нему мы вернёмся через несколько минут. Если вы смотрели на 3D-модель и интересовались, почему на передней левой части четыре перископа, хотя обычно в этом месте находится один из заряжающих или наводчиков, то это потому, что это место мехвода, и ему нужно видеть, куда он едет. Я сейчас быстренько спущусь и смогу говорить с вами через открытую дверь. Ура! Так, на заметку. Место мехвода в башне. Имейте в виду, что в передней части корпуса находится двигатель и трансмиссия. Куда одеть мехвода? Для него места не осталось. Так что его поместили в башню. Насколько я помню, это единственная серийная машина, не считая сходной по конструкции САУ М52 калибра 105 мм, в которой мехвод сидит во вращающейся башне. Разрабатывались проекты и прототипы. Объект 416, МБТ-70, например, но они отличались тем, что мехвод должен был рулить машиной, во время поворота башни. Это же артиллерийская установка. Она либо стреляет, либо движется. Одновременно не получается, так что проблем особо не было. Системы рычагов не такие сложные, так что мехводу не нужно было всё время сидеть по направлению движения, когда башня развернута. Это рычаг управления. Официально он называется ручным управлением, но все знают, что это рычаг. Он появился на М47, так что вы видите, что это раннее М53. Позже М53 производились одновременно с танком М48. И на них ставили рулевое управление М48, двигатель М48 и так далее. То, что это ранняя модель, также выдает табличка передо мной. На ней написано Т-97, серийный номер 31. Так что это очень ранняя модель. Спереди находятся педали. Тормоз. Вот тут газ. Под левой ногой выключатель светорегулятора фар. Трансмиссия. Передача переключается рычагами. Ими же осуществляются повороты влево и вправо. Приборную панель сняли. Скорее всего, машину хотели использовать как мишень, и флот не хотел, чтобы все эти светящиеся радиоактивные тритеевы или ещё какие-то элементы с циферблатов загрязняли окружающую среду. Так что приборная панель была снята, к сожалению. А потом машину вообще не трогали. Тут четыре перископа для обзора. В теории, конечно, сидение регулируется по высоте, но здесь оно не двигается никак. Ещё стоит отметить справа массивную систему уравновешивания орудия для его вертикальной наводки, разработанную специально для этой машины. И одно из четырёх противооткатных устройств. Больше здесь нет ничего интересного, так что мы продвигаемся к задней части. У машины два топливных бака. Горловина для заправки находится перед башней, ближе к задней части корпуса. Тут видны ещё два амортизатора со спиральными рессорами. Они сцепляются с петлями, приваренными к башне, и работают как ограничители, не давая башне слишком сильно развернуться. Башня поворачивается на 30 градусов в каждую сторону. Также в передней части находятся запасные траки гусениц и путеподъёмники. Ну, так они официально называются, все зовут их домкратами. Они удерживают гусеничную цепь, пока вы соединяете её. Идём дальше. Крыша моторного отсека. Как видите, спальные места испорчены всякими неровностями и выступами. Корпус глушителя мог бы стать подушкой, но не судьба. Вдоль бортов с каждой стороны ящики для инструментов и различное оборудование, укрытое под откидными крышками с прорезями. В правой части машины располагается ряд аккумуляторов. Четыре 12-вольтовые батареи работают как система на 24 вольта. Очевидно, что они соединены последовательно параллельно. На левой стороне воздушные фильтры. Внизу, по центру, куда не доберёшься без крана, находятся двигатели Continental AV1790. 12-цилиндровый двигатель объёмом 29,4 литра выдаёт 810 л.с. Опять же, в зависимости от модификации М53 и от того, какой танк производился в то время, модели двигателя будут отличаться. На ранних версиях стоял 5-й, на более поздних — 5-б. Далее перед отсеком двигателя находится трансмиссия с поперечными передачами 859-4. На более поздних модификациях машины — 4-б. Масло подаётся тут. Эта штука может разогнаться до 50 км в час. 1438 литров бензина хватит, чтобы проехать около 241 км. Внешняя часть башни. Турельная установка для командирского пулемёта калибра 12,7 мм. Здесь два отверстия для перископа наводчика, смотровой прибор и есть панорамный прицел для огня с закрытой позиции. Чуть ниже, внутри передней части маски орудия, оптический прицел для стрельбы прямой наводкой. В задней части машины мы видим опорную плиту для гашения отдачи. Она поднимается и опускается лебёдкой. Органы управления лебёдкой находятся рядом с досылателем. Задние двери. Изначально они открывались в стороны, как у сарая, но только на очень-очень ранних машинах. Потом решили, что если уж делать задний борт, то делать как надо. Так что в результате у нас есть откидной борт и защитная крышка сверху. Она закрывает от солнца, пока вы жарите шашлыки и выпиваете. Если думаете, что солдаты так не делали, подумайте ещё раз, они могли. Так, а это ранняя модель машины. Поздние серийные модели имели на вот этой вот крыше ещё одну кран-балку, такую, как на потолке внутри машины, по которой перемещалась лебёдка для снарядов. Её перегоняли на верхнюю дверь, и можно было опустить лебёдку, поднять 155-миллиметровый, а в случае М55 даже больший, 203-миллиметровый снаряд, поднять его на платформу и занести в машину. Взглянув левее от меня, вы можете оценить размер одной боевой части снаряда, 155 миллиметров, а представьте размер 203-миллиметрового. 20 снарядов могли храниться в М53, 10 штук 203-миллиметровых в М55. Стоит отметить, что переделать М53 в М55 было достаточно просто. Нужно было просто заменить орудие, лотки для снарядов, настроить давление на системе уравновешивания орудия, и готово. Раз-два, новая машина. Задняя часть машины довольно просторная. Я стою практически в полный рост. Но стоит иметь в виду, что в этой башне должны находиться 6 человек одновременно, так что тут было людно и наверняка беспокойно. Передо мной механизм досылателя. Здесь мы видим складывающийся лоток досылателя и саму систему досылания, управляющуюся сбоку. Если посмотреть вниз, можно хорошо рассмотреть пол под башней и её погон. В середине — штука, которая передаёт электричество от генераторов в корпусе к башне. Называется она «вращающимся контактным устройством». Лотки для снарядов складываются, и это действительно удобно. Начинаем сверху, складываем и идём дальше вниз. Они защёлкиваются. Тут достаточно затейливая защёлка. Вот колечко, тянем вниз и просто цепляем за выступ нижней полки. Повторяем и заполняем их все снарядами. Командир сидит довольно высоко, справа вверху. Сейчас сидение максимально поднято. Я пока не понял, как его опустить, но хочу отметить, что люк в башне очень узкий, и мне лично некомфортно. Механизмов управления тут особо больше нет, разве что радио. Но в любом случае, главная задача командира — безопасная и эффективная работа экипажа. Учитывая количество людей в нём, командир должен присматривать за всем, что происходит на позиции. Место наводчика… Не знаю, сколько бы я здесь продержался, но сидел на местах и похуже. Само собой, здесь есть управление вертикальной и горизонтальной наводками. Электрическая система, индикатор азимута сзади слева. У наводчика два основных прицела Т-149 и Т-159, телескопический и перископический, с ними он и работает. Орудие поднимается максимум на 65 градусов. Слева есть небольшая памятка. Сейчас выставлен режим блокировки горизонтали. Похоже, угол 10 градусов. Сейчас орудие закреплено в походном положении, поэтому жёлоб досылателя не на месте. Также есть отрицательная отметка в 5 градусов. Значит, орудие можно опустить на эти 5 градусов ниже горизонтального положения. Максимальная дальность стрельбы 23,5 километра для 155-мм снаряда. 203-мм снаряд пролетит только 14 километров. Кроме этих элементов управления, есть ещё одна очень весёлая штука. Кожух с крупной надписью «Спусковой механизм». Это педаль. Просто нажимаем левой ногой, и пушка делает бабах. Технически выражаясь. На этом всё, так как у меня нет руководства пользователя. Выйдем наружу. Это всё об М-53. К 1960 году армия США переделала свои М-53 в стандарт М-55, но морская пехота оставила несколько машин со 155-мм пушками. В плане экспорта успехи машины были очень скромными. Помимо США, ей пользовались только Бельгия и Турция, но она побывала в боях во Вьетнаме. Был также произведён дополнительный вариант — Т-162. По сути, та же машина, но со 175-мм пушкой. Она так и не поступила на вооружение. В конце концов, армия решила, что возможность перевозки по воздуху была важнее, чем защищённость экипажа, укрытого за бронёй боевого отделения. И М-53, М-55 и Т-162 заменили самоходками М-107 и М-110. Иронично, что их позже сменили на М-109 и МЛРС, также с закрытым бронёй боевым отделением. На этом всё об М-53. Увидимся в новом выпуске. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...